Исследуя различные старинные постройки 17 века на Миргородщине, Полтавской области, я наткнулся на такую вот постройку в село Хорошке, Лубинский район, Полтавская область. Это практически на расстоянии езды велосипедом, это 36 километров от Миргорода. Такая постройка. Видно, она старинная. Здесь, видно, уже проводились какие-то восстановительные, реставрационные работы этого элемента, это здание. Видно, здесь укреплено тоже стены, укреплялись. Крыша, тут фрагменты крыши построены. Но в основном здание в полуразрушенном состоянии. Исследуя внутри это здание, мне стало необычным само постройка его. Потому что везде, во всех углах, имеются арочные оконные проемы. Так же и внутри, там везде арочные, арочные такие конструкции. Ну что, пришлось посмотреть, что же в этом Хорошках было, допустим, в 17 веке. Открыл карту Гийома де Баплана. Это 1648 года, 1665 года. Ну и так, как говорится, с трудом. Нашел сначала Миргород. Ну вот сейчас будем искать Миргород. Без него я даже не найду эти. Так, 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 так. Как говорится, и быстро не получается. А вот Миргород. Написано, соответственно, на французском. Мирогрод. 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 Вот он. Мирогрод. Ну, соответственно, по этому смотрим Хорошки. Ну, здесь масштаб такой большой. И вот этот Хорошки. Ну и что мы видим? Здесь стоит церковь. Вот два креста. То есть какое-то сооружение церкви. Ну, ладно. Смотрим другую карту, которая уже попозже. Здесь, так, опять ищем Миргород. А, вот Мирогрод. Мирогрод. И здесь уже масштаб такой поконкретней. И ищем Хорошки. Хорошки, Хорошки. Вот они. Ну, здесь, соответственно, она напишется на Зорожки. Зорожки. Есть Шеки. И вот, соответственно, стоит тоже этот церковь. Вот везде в таких местах, вот в церкви. Ну и что? Вот церковь стоит. Где она там может быть в Хорошках? По самой конфигурации вот этого здания, которое я ранее показал, она напоминает католическую церковь. Ну, тоже видно, что здесь есть такие небольшие вот купола такие вот остроконечные. Кресты, конечно, тоже стоят вот на этой стороне купола, на этой купола. Дальше смотрим типовые католическую церковь. Вот тоже центральный из башни такой крест. И здесь по бокам башенки такие с этими крестами. Вот даже надувная церковь католическая тоже специфику видим, ну, специфику постройки. То есть башенки с крестами, центральная вот эта башня с крестом. Ну и, соответственно, такие арочные тоже, ну и там же ранее видно тоже было, и арочные оконные проемы. Дальше, что мы видим внутри? А внутри видим тоже везде арочные такие проемы, как оконные проемы, так и проходные проемы везде, боковые, везде арки. Здесь имеются тоже арки, как оконные, так и такие встроенные, где, допустим, какие-то или картины вешались, или мозаика была тоже, везде арки, везде арки, здесь арка, здесь арка. Но здесь еще стоит, мы видим, орган стоит. Ну, орган, конечно, не сильно высокого класса, потому что я смотрю по диаметру трубы, он, конечно, вот эта низкочастотная, как инфразвуковая труба, она не сильно большой диаметра. Но есть диаметры, труб доходят до полтора метра даже. Трубы там, звуки, конечно, серьезные. Ну, даже вот имеются такие вот деревянные, арочные. Везде арочные такие типы стоят. Это внутри католических церквей или храмов. Здесь мы видим арка тоже. Здесь нарисована какая-то вот картина. Здесь мы видим арки, везде арки, везде арки, проходные, в стенах встроены арки, везде арки. Здесь мы видим и орган, и тоже арочная, везде система. Здесь везде арки, везде проходные, везде арки. То есть специфика построения вот этих католических церквей, храмов, это арочные, арочные фрагменты конструкции. Здесь уже сама конструкция, это здание в хорожках. Мы видим здесь башенку разрушенную. Ну, она вот аж сюда наделилась. Ну, просто фрагменты ее уже упали. Ну, то есть здесь, на этой башенке размещался хрест. Как на этой стороне, так и, соответственно, на той должен был тоже такой фрагмент башенки быть. Вот это более подробней. И, соответственно, такие тоже арочные такие визерунки есть. И на той стороне точно такой фрагмент вот этой башенки, которая с хрестом должна быть. Ну, вот еще такой вид. Тоже арочная система. Это уже новодел. Вот эти арочные проемы, они просто заделывали под современные, как говорится, квадратные окна. И, соответственно, поштукатуренное здание, это новодел. Изначально это здание уже при осмотре конструкции было выяснено, что изначальное здание просто было с кирпича построено. Никакой штукатурки не было. Вырезались конструкции. Ну, вот еще здесь фрагмент мы видим. Башенки. И вот центральная, вот где вот здесь стояла центральная башня и с крестом большим. Это боковые башенки тоже с крестами были изначально. Вот обратная сторона. На той стороне мы уже видели крест, ну, башню, где крест был. А здесь разрушенные вот это фрагменты, разрушенные конструкции, где башенка была с крестом. Вот здесь. Аж сюда. Вот видно, выступает этот фрагмент разрушенной конструкции. Он длинный был. Вот здесь более подробнее видно, что выступает. А здесь это дальше все разрушено. Это уже новодел, уже восстанавливали новодел. Ну, не обратили внимания, что здесь башня такая стояла. Ну, вот видно выступающий копич. Вот здесь более тоже подробнее видно элемент конструкции. Второй башня. Одна башня на той стороне, а одна на этой, где стояли кресты. Ну, здесь специфическое подтверждает, что оно не штукатурилось, а кирпичи даже фигурно вырезались. Соответственно, если б под штукатурку или какие-то лепнину вот эту, то вот эти кирпичные конструкции не вырезались бы вот так фигурно. Не вырезались бы. Чтобы если б за штукатурой... Они бы сразу штукатуркой вот такую форму сделали. Это подтверждает, что здание изначально было вот такое кирпичное, чисто из кирпича. Штукатурные вот эти фрагменты. Вот видно, да, такая лепнина тут. Это уже новодел. Здесь тоже мы видим фрагменты конструкции, специфические для католических церквей. Вот фрагменты визерунки. Вот здесь тоже элементы видим. Тоже арочные конструкции оконных проемов и дверных проходных. Вот мы видим, что кирпич вырезался. Здесь конструкция, что вот эта штукатурка здесь ни к селу, ни к городу. Вот видно, да, кирпичная вырезалась вот так красиво, чтобы все было... Конструкция была красивая. Здесь мы видим тоже арочную конструкцию и элементы стены. Здесь тоже вот фигурно вырезалась, все красиво было. Ну, специфика для построения не каких-то жилых там помещений, а то для католических церквей. Ну, вот видно тоже арочные окна. Здесь конструкции видно, специфическая такая. Здесь видно. Ну, и здесь, соответственно. Это общий вид. Вот здесь, вот аж сюда, была вот такая башенка, такая башня остроконечная. И наверху был крест. На другой стороне эта башня более сохранилась. Вот так фрагмент по это место аж сохранилась, где тоже был крест. Здесь, на центральном вот этом элементе конструкции тоже находилась большая башня, где тоже стоял большой крест. Ну, что, немножко, как говорится, истории, которые тут нам, как говорится, втирают историки. Что будто бы это здание принадлежало Михаилу Михайловичу Щербатому. Ну, это руины усадьбы князя Щербатого. А так оно называется. 1848 года постройки. Ну, соответственно, заглядываем туда в Википедию и смотрим. Что Михаил Михайлович Щербатов родился в 1733 году. А в 1790 умер, соответственно. Не знаю, как он мог это здание застать, если оно построено в 1848 году. Вот такие ляпы такие исторические получаются. Но мы исследуем дальше, как говорится. И что? Здесь левобережье, это Днепра. Это считалось территорией была князя Вишневецкого. Ну, Дмитро Байда, это основник первой Запорецкой Сечи, Хортицкой. Ну, родился в 1563 году. У него сын был. Ну, у него там еще сыны были. Это Еремия Михайлович Вишневецкий. Воевода русский. Только не путаем русский. Русский. Русские – это совсем другое. Это как гонорей и гонорар. Это слова созвучные, но они никакого отношения к Руси не имеют. Ну, он, Еремия родился в 1612 году и умер загадочно. Предполагается, что из-за отравления в 1651 году. Ну, отравление там, он будто бы заболел дизентерией и, соответственно, там за три дня и умер от дизентерии. Ну, не будем в этом вникать. Нас интересует вот эта конструкция. Соответственно, сам Еремия Вишневецкий, он в 1631 году перешел в католицизм. Католицизм. Вот так вот, правильно. И, соответственно, он как-то должен был обозначать свою принадлежность к католицизму. И, соответственно, он построил несколько церквей, храмов католических. Когда он был в этом у Лубнах, то дал распоряжение и, соответственно, профинансировал постройку нескольких исторических документах. Пишется, что три храма он построил. Соответственно, один он построил здесь, вблизи Лубен. Соответственно, чтобы никаких там, как говорится, не было пререканий или там терок от православия. А он старался эти католические церкви строить где-то подальше, там, где нету таких православных церквей. И, соответственно, самое оптимальное место недалеко от Лубен – это Хорошки. Соответственно, мы увидели, что Хорошки, и там стоит значок церкви, датируется 1648 года. То есть, там церковь была уже. Предположительно, исследуя документы различные и исторические такие моменты его биографии, и, соответственно, он вот эту католическую церковь в Хорошках, в селе Хорошки построил в 1646 году. Вот такая дата постройки вот этого здания, которое, ну, там еще так и не говорили, и какое оно назначение имело, там, и так далее. Ну, а, соответственно, это абсолютно полностью указывает, что это изначально, это был католический храм или церковь, так можно назвать, построенным Еремой Вишневецким в 1646 году. Когда начались бунты, организованные Богданом Хмельницким и там другими казаками вольными, они, соответственно, ничего не строили, но они занимались, ну, как, своим делом, которые они знали и умели. Это различными походами. Ну, соответственно, во время походов все вот эти замки богатые, они разграблялись, разворовывались, некоторые сжигались. Соответственно, вот эта церковь католическая в Хорошках, она тоже была разграблена. Элементы католических, католическая храма были полностью снесены, то есть верхушка, она разрушилась, ну, сколько уже, 375 лет прошло, да, вроде так, если посчитать. То, соответственно, она уже сама упала, эта верхушка, потому что никто за ней не следил, потому что это католический храм. Даже православные храмы все порушены были, а католические тем более. И, соответственно, на это здание полностью было идентифицировано мною как католическая церковь, построена Еремой Вишневецким в 1646 году. Вот элементы. Вот такое на здание. Соответственно, там есть такие места необычные, где возникает эхо. То есть, везде стучи-не стучи, как говорится, по стене никаких эхо нету, но в одном месте есть и эхо. Соответственно, в этом, так как здание было построено с применением самых современных по тем временам методикам, вот, допустим, система отопления, здесь применена была гиппокауст. Эта система была, ну, по стенам шли воздуховоды и, соответственно, теплым воздухом отапливалось все вот это помещение. Но сразу возникает вопрос. Ну, это мы еще до стены не доходим, которое излучает эхо и звенит, как колокол. Это мы еще не доходим. Соответственно, в этом помещении, так как у Ерема был очень богатым человеком, не просто богатым, а очень богатым. У него миллионные, ну, вот казна насчитывала миллионы. Он торговал пшеницей с европейскими странами, вот с Польшей в основном. Это самое, а там, соответственно, и дальше уже расходилось этот товар. Пшеницей, различной мануфактурой такой, потом поташем и селитрой. Это для военных целей применялось, для изготовления пороха, селитра. Соответственно, денег у него было немерено. И он себе мог позволить здесь установить орган в этом здании, здании, ну, церкви. Там приблизительно уже установлено место, где мог располагаться орган. Соответственно, он там элементов никаких не избереглось, потому что оно разграблялось. За 300 лет разграбили его от души. Начиная с Богданом Хмельницким и заканчивая другими казаками, которые изредка совершали походы по территории Украины. И все, что, как говорится, было побогаче, они старались разграбить его. Ну, и опять же возвращаемся к стене, которая там. Там, короче, есть такое интересное место, где он так ударишь, как говорится, по штукатурке, и получается такой звенящий звук. В других местах подобных, где также имеется такая точность штукатурка, такая же самая стена, такое все. Ничего не изменит, только в том конкретном месте. На заднем плане этой стены проходит воздуховод. Соответственно, и в других там стенах проходит воздуховод. Но в этом месте проходил воздуховод, который подавал воздух вот этому органу. Ну, орган это воздушный, ну, работает на воздушной струе и создает звуки благодаря воздушной струе, проходя через трубы. И органист, органист там в зале сидел за таким пультом, в виде, допустим, клавиш, которые перекрывали вот эти, ну, подачу воздуха на различные вот эти трубы. И создавались такие прекрасные звуки органа. Это так, теория вкратце. Соответственно, для работы органа требовался воздух, ну, чистый, во-первых. И, соответственно, если в зимнее время, то он не должен быть холодным. Иначе в трубах возникала роса, ну, и вот этот гидроконденсат мог повредить вот эту всю конструкцию. Соответственно, для питания вот этого воздухом органа требовался специальный воздух. Вот и для этого и создалась, создавали вот эту самую современную систему гиппокауст. Ну, и, соответственно, Ерема Вишневецкий, так как он и науками хорошо владел, и, ну, всем он, он очень был развитый человек. Как говорится, всем интересовался и привлекал к себе самых лучших специалистов. И мы знаем, что вот эта Вишневецчина, как говорится, за, по-моему, за 6 лет, она из 4,5 тысяч, ну, вот этих душ, ну, людей, которые жили на этой стране, превратилась в 240 тысяч людей, которые жили. Он привлекал мастеру из Польши и так далее. И есть вероятность, что вот это село, которое рядом расположено, Шеки называется. Это уже искаженное название, а первоначально это название было Пшеки, то есть, ну, Пшеки, поляки, польские, там жили польские мастера, которые занимались вот этими всеми делами, ну, строили там и так далее, занимались какими-то работами техническими. Так что вот такая краткая история. И мы понемногу уже разгадываем назначение этого интересного здания, как называется, мистическая усадьба Ра-Майдан. Ра-это солнце, Майдан-это площадь. Сама расположение этого здания или католической церкви, это возвышенность. Дальше туда вот за несколько метров, там метров пятьдесят, было протекало сула. То есть, место как раз идеальное для постройки церкви. Вот такой вид. Видно, что вот эта башенка тут была, вот она аж сюда была, вот так вот. Вот так шла, здесь, здесь и дальше кресты. И здесь общая башня была, где располагались кресты. Это уже окна, видно, что они были арочные, потом заложены уже, это новодел. И такими квадратными превратились, а арки вот такие тут были над окнами. Ну, здесь тоже вот фрагмент. А вот внизу тут не заложили, так и остались арочные окна. А здесь уже квадратные сделали. Вот здесь такой вид прекрасный. А здесь уже, как говорится, с квадрокоптера мы осмотрим эту местность. Вот так она видит с квадрокоптера. Вот так она смотрится сверху. Здание, конечно, интересное. И еще, я думаю, что нам предстоит какие-то разгадать секреты этого здания. Потому что еще мы до подземных ходов не добрались. Хотя там есть явные места, где имеются подземные хода. Вот так вот рассматриваем эту территорию. Так что мы разгадали понемножечку место, где Ерема-Вышневецкий в 1646 году создал вот такую католическую церковь. Которая просуществовала до наших времен и сохранилась вот в таком виде. Субтитры создавал DimaTorzok